Не давит на шею? Нет. Офицерская выправка отличная и в 90 лет. Виктор Сергеевич просит не причислять его к разряду пенсионеров. Возраст, говорит, это лишь дата в паспорте, главное – состояние души. Он до сих пор с лёгкостью управляется на двух садах-огородах. Много читает и обожает театр, ходит на все премьеры. И в 90 лет остаётся романтичным и любящим супругом. Цветы он мне дарит каждый месяц того дня, когда мы с ним впервые встретились. Вот в году 12 раз. И все 20 лет так. Ещё не было такого дня, вот этого числа, чтобы он не принёс мне цветы. Он даже вот если болеет и лежит, он обязательно принесёт мне цветы. Если рядом вот такой человек, как Валентина Сергеевна, ничего не страшно. Не страшно было и при выполнении спецзаданий, вспоминает Виктор Сергеевич. В годы Холодной войны он в качестве бортинженера, стратегического бомбардировщика Ту-4, участвовал в секретных испытаниях, совершал дозаправку военного судна в воздухе. В обязанностях бортинженера Логинова входило непосредственное выполнение этого сложнейшего технического процесса. В 1954 году уже 18 таких дозаправок провёл лично Виктор Сергеевич. Он ведь не просто боевой лётчик, бортинженер, он именно оператор, который своими руками это дело делал. То, что его спрашивали, почему вы нигде никому не говорили, так мы сами с Валентиной Сергеевной узнали об этом, может быть, полгода назад. Сегодня из 10 членов экипажа Ту-4 Виктор Логинов остался единственным участником тех госиспытаний. Я очень благодарен судьбе, что теперь я знаю человека, который, как мне сказали, совершил невероятное. Впервые Виктор Сергеевич может рассказывать подробности выполнения спецзадания. Гриф секретности снят. На дозаправку в воздухе Ту-4 давалось 5 минут. На высоте до 5000 метров переливалось 10 тонн топлива. Самое сложное – сцепка двух самолётов. Самолёт, который впереди летит, он выпускает, трос выпускает. А на этом самолёте, значит, на заправочке, там штанга есть. И штанга выпускается где-то примерно от крыла на полметра. Учения каждый раз проводились в разных местах, в том числе и над Атлантическим океаном. За успешное проведение госиспытаний в 1957 году Виктора Логинова наградили орденом Боевого Красного Знамени, одной из высших наград Советского Союза. Свой 90-й день рождения Виктор Сергеевич встретил в кругу коллег и родных. Поздравил офицера и председатель правительства Ярослав Семёнов. Для меня большая честь от имени правительства Удмуртской республики присутствовать здесь на мероприятии по чествованию великого, я не побоюсь этого слова, великого человека. Виктор Сергеевич – потомственный казак. Его прадед Алексей участвовал в войне 1812 года. Доблесть Алексея Логинова описал в автобиографии генерал Денис Давыдов. Высокий казачий чин в честь 90-летия получил и сам Виктор Логинов. Ему присвоено звание полковник. Светлана Буланова, Юрий Зеленький. Новости.